всем привет уважаемые зрители моего канала с вами снова солид и сегодня на нашем обзоре вот такой интересный редкий а по ценнику даже золотой и рп чешской армии при этом он разовый его стоимость составляет 15 тысяч рублей без учета доставки как вы понимаете такое рп может себе позволить только человек золотым унитазом их мне его нет нет походу уже никогда не будет что такое 15 тысяч рублей в россии да это практически средний класс значит такой средний класс на эти деньги люди выживают целый месяц а тут в загнивающем западе мне предлагают купить за 15 тысяч рублей вот этот разовый паёк где есть пару консервных банок и какие-то галеты все чем не ощущение что меня обманули и я был бы не я если бы я не нашел наш аналог в россии потому что мы должны чем-то ответить вот тоже разовый наш паёк кпк который стоит всего-навсего 300 рублей ребят ну а пока нас всех одолевает рекордная жара за последние 150 лет предлагаю окунуться в увлекательный большой и открытый мир россии в next rp разумеется сидя дома под сплитами и вентиляторами только в этом виртуальном мире вы сможете начать динамичную сюжетную линию почти на 30 квестов стать профессионалом любого дела будь то эвакуаторщик инкассатор или даже мусорщик поучаствовать в не менее увлекательных кооперативных квестах вместе с друзьями проработанная система фракций и кланов становись частью чего-то большего вступай в армейские ряды надевай белый халат или деловой пиджак и бегом в мэрию конечно не обошлось и без моей любимой составляющей огромного автопарка из более чем 130 машин отечественного и не только автопрома ну а если и этого мало то рад вам сообщить что в игре появился новый режим pvp в котором каждому из вас предстоит сразиться с другими командами стрельба адреналин и веселье обеспечены и еще я не рассказал о покупке недвижки об удобном голосовом чате что упрощает игру с друзьями и десятки тысяч игроков которые обеспечивают стабильный онлайн кликай по ссылке в описании заходи в игру и играй совершенно бесплатно а по промокоду solid можно получить классные бонусы в том числе и премиум и так мы продолжаем и давайте сначала откроем счет 0 0 сегодня буду крайне беспристрастен но очень дотошным за 15 тысяч рублей то они должны показать класса и так по поводу размера наша упаковка к сожалению больше это не очень хорошо потому что компактности в данном варианте выигрывает это более современно ну вот возможно было сделать компактный да возможно не сделали поэтому бал им сюда идем далее на нашем хоть и написано что это вариант номер 11 масса 0 9 килограмм и срок годности тоже есть но ничего не сказано о внутренностях это как большой киндер сюрприз для мужиков здесь же все понятно расписано доходчиво правда не по нашему но тем не менее давайте ради справедливости поставим балл им сюда за информацию по поводу самой упаковки ведь как тянется прямо легко легко рвется очень легко некачественный бред здесь по плотнее все хрен разорвешь и к сожалению я вынужден поставить балл внутри чешского рп еще один полиэтиленовый пакет все очень компактно сразу виден небольшой подносик который почему-то разломался сразу минус балл здесь всего одна консервная банка но зато на 400 грамм и называется она верпове гуляш что в переводе на русский означает тушеная свинина вот это удивительно друзья сушеный индюк 12 грамм две упаковки с галетами по 35 грамм каждая из напитков у нас здесь кофе быстро растворимый напиток со вкусом малины две упаковки с сахаром одна упаковка с солью жвачка небольшая упаковка с шоколадом две таблетки с мультивитаминами 1 столовая ложка и волга серфетка все больше ничего это 15 тысяч рублей вы можете представить подожди ты вот понимаешь что тебе балли но не можешь понять где на какая-то сложная цепочка мошенники берегитесь мошенников друзья потому что мне звонят практически каждый день якобы с банков и предлагают всякую мульню как вы заметили за каждый индигрент и поставил по баллу чехом то же самое мы сделаем и с нашим рп и посмотрим у кого больше банальная математика и так вскрываем здесь это гораздо легче гораздо проще вот за эту картонку надо поставить один балл нашим потому что упаковка почти как от дорогой видеокарты и так внутри нас вот это наш аналог это консервная баночка 325 грамм каша рисовая с говядиной куриный печеночный паштет 100 грамм повидло яблочное супчик гороховый суп пюре вот этот бонус также две упаковки с галетами сахар 10 грамм соль 5 грамм перец черный молотый 1 грамм портативный разогреватель две конфетки влажная салфетка черный чай жвачка обычная салфетка и наша любимая столовая ложка вот а до друзья то самое ощущение когда тебя обманули и прежде чем переходить к дегустации нужно ради справедливости накинуть еще пару баллов чехом во первых за большую порцию первого блюда и за язычок на консервной банке это важно так как и если по какой-то причине у вас нет ножа то нашу консерву вскрывать еще то приключение насчет моих любимых столовых приборов здесь у нас всего две ложки вот это чешская вот это наша попробуйте как говорится найти отличие по размеру они практически схожи наши ну чуть-чуть лопата виднее максимально объективно вот на скручивание действительно есть некоторые улучшения потому что вот до сих пор она не сломалась смотрите на сгиб по поводу чешской ложки чуть-чуть потолще пластик удивительно но все то же самое даже немножечко лучше потому что она в принципе сохранила свою стойкость ведь она не сломалась как нашим совсем в труху наконец-то переходим к дегустации у нас это каша рисовая с говядиной вот оно как бы тут есть по цвету и вроде как одновременно ничего нет кроме риса при этом самое удивительное что пахнет даже не рисом а каким-то маслом даже не подсолнечным а перловочным такого мяса не существует но пахнет перловкой при этом огромное количество этого самого масла его даже сливал и сейчас она остыла и все встала кулу как говорится если ложка стоит то хорошо вообще хорошо когда стоит ну-ка по вкусу о боже такой клей первое ощущение это не рис и не мясо и вы что соль во вторых вылазит как ни странно молочный привкус причем козьего молока а козье молоко на любителя и уже где-то на дальнем послевкусе вы как говорите не мясо а говядину вот это вот почему корова когда живая она называется корова а когда вот ее уже убили это уже говядина кто-нибудь задался вопросом почему вот говядина за это говядина говядина гол вперед по-английски гол веди на но опять же возвращаясь к теме мошенничества я не могу не сказать про практически полное отсутствие мяса здесь его тут нет даже на мясе прикинь вот маленькие консервные баночки да не должны чуть-чуть но это же обидно но самое удивительное в том что я это ем и мне это нравится а еще более удивительно что и большинство в принципе это заходит и все хорошо все всех устраивает это все едят тысячи людей с удовольствием по баллам буду строк ставлю пятерку в общем и целом ты ешь рис с солью и жиром двигаемся дальше основное блюдо чешской армии знаете здесь уже забавно потому что вот эта баночка мне обошлась ну примерно в пять шесть тысяч рублей к слову блюдо отдает привычным европейским коричневым оттенком знаете есть фильм 50 оттенков серого а у нас будет 50 оттенков коричневого потому что вот любой сухой паек Европы США и так далее любое обстановное блюдо как бы оно ни называлось оно все время имеет вот такой оттенок потому что они используют почти что одинаковую подливу везде отличается только ну набором специй и все скучно живут давайте пробовать и вот это они наживают тушенкой соедите я сойду даже если предположить что нашу тушенку можно было бы как-то обмакнуть вот в этом соусе получилось бы не так во первых на удивление минимум жира вкус более мягкий здесь не используется лаврушка аккуратно относится к специям и блюдо не пересоленное ни в коем случае свининка сама по себе тает на языке подлива мне больше напоминает польскую подливку вот эту вот либо украинский борщ вот что-то между этим и этим только украинский борщ он приближен к привычной нашей кухне а это все таки ну вот ресторанного качества знаете дома такой не приготовить потому что по-любому сюда вбухана куча химических добавок и усилители вкуса я не знаю сколько его надо там мариновать вкусно сытно аппетитно по баллам ставлю семерку мало мяса и не хватает какого-то гарнира к этому все-таки полноценное блюдо должно быть за такие деньги-то насчет соли кратко и по существу ребят за всю историю обзоров мне ни разу по назначению соль не понадобилась то есть ее можно смело удалять я не видел ни разу человека которого показалось что блюдо недосолено и он решил это посолить тем более что в наших пайках неважно разовый суточный пихает вот именно такой пакетик пятиграммовый и это как бы нормально на западе чаще всего экономит и там пихают 1 граммовый пакетик вы понимаете что россии это щедрая душа во-первых ну можно балл поставить за 5 грамм но это же неадекватный расход средств это же пойдет все в мусорку этот пакетик стоит пусть он и маленький в пять раз дороже чем вот этот серьезно этот пакетик полторы тысячи стоит ну по крайней мере для тебя насчет выпечки как вы понимаете у нас в пайках с этим существует временная проблема думаю что лет через пять наконец-таки она решится у нас будет какое-то разнообразие потому что везде во всех рп кладут одинаковые галеты вы все прекрасно их знаете зато они знаменитые серёг зато их не надо даже пробовать все понимают о чем идет речь и сравнивать собственно не с чем они все одинаковые прогорглые вкус картона если они лежали хотя бы год свежие да они более что они в магазине отдельно продаются в патриотиках отдельно ну вы же в курсе что с сентября водится в школе патриотического воспитания там учеников будут кормить наверняка и знакомить с галетами что такое армейской пищей все такое это это нормально я хотел про другое поговорить то что вот допустим на западе в чем преимущество во первых они легче во вторых дольше хранятся в третьих они не так рассыпаются как наши видите тут она как картон действительно больше похоже и в четвертых они банально вкуснее и мягче они как кукурузные хлопья которые в сахарной пудре ты мне ответь они стоят свои цены давай за 1000 рублей продам на чешские настоящие я наших поел по баллам ставлю смело десятку что касаемо наших да зато не соленые посоли у тебя 5 грамм соли ну они хотя бы не просрочены кстати вот здесь вкус более-менее еще я всегда за них ставил среднячок пять баллов сейчас поставлю смело семерку без всяческих остановок двигаемся дальше и давайте оценим мелочевку здесь также много чего интересного у нас и супчик и редкий паштет куриный и у них тоже много чего интересного чего я вообще не видел и как ни странно начнем с жвачек у нас одна единственная вот в таком пакетике как будто бы знаете это что-то незаконное у меня сейчас здесь в руках у них все более цивильно вот за такой подход я им балл вынужден поставить потому что ну во первых у нас одна у них две во вторых ну вот этот пакетик дешевый китайский это же надо было распаковать орбит и ручками положить в этот пакетик и запаковать его понимаете целый процесс это отдельный человек здесь у нас две жвачки они выглядят следующим образом и начнем с западного аналога сразу две потому что рп разовый надо сразу очутить все это настолько насыщенно настолько мятно что до горьготы практически доходит я же язык не чувствую по баллам смело десятка я жвачку обожаю наш аналог неизвестного производителя во первых жестче во вторых меньше вкус не перешибает предыдущую жвачку а так в принципе то же самое тоже десятку можно поставить смело следующее на сравнении вяленая индюшатина против нашего куриного паштета я понимаю что это крайне странно сравнивать но другого у западных партнеров к сожалению нет начнем с индюшатины если честно очень редко удавалось поесть вообще индюка тут еще и вяленого ну-ка очень твердо очень сухое ребят сразу все зубы переломаете намного суше чем среднестатистическая вобла но полностью отсутствует жир как таковой никакого ни масла ничего нет вкус практически не проявляется ты жуешь такую знаете задубевшую резину либо как кору от дерева не соль что это за подачки такие сейчас думаешь это и есть что ли ты вот мне сейчас кинул такой из барского плеча я вот тебе ну то же самое я отвечаю вообще никаких отличий вот знаете я такой не пробовал в магазинах не видел и не жалею об этом два вот серьезно даже с пивом не зайдет вот она курочка совсем другое дело паштет помните как я ругал наши пайки за отвратительный по качеству паштет вот даже на камеру же видно что качество улучшилось и дизайн какой сделали и по вкусу давай давай жри а то в Крым не пустят и прививку в задницу и вот потом уже все мягонький мягонький заходит заходит и выходит вкус приятный сливочный не особо насыщенный не пересоленый полноценная десятка потому что есть продвижение вперед у меня знаешь что вот какой вопрос сейчас к зрителям вот опять же по поводу мошенничества и всего остального вот те кого сажают в тюрьмы да иногда вот как то я слышал вот этот жаргон противный петухи что то там вот курица за что петуха как птицу вот так вот так случилось вот что сделал петух плохого петух это альфа самец который единственный держат свой гарем в железном кулаке гоняет каждую курицу и не только и всех их по очереди с удовольствием чем он петух то я понял а вот те кто те вот все все поняли следующее на сравнении это напитки у нас это кисель брусничный с витамином С вообще ни разу нигде не попадался в наших пайках и у запада тоже есть чем удивить потому что у них настоящий лимонад вы посмотрите только на это это точно можно пить? тебе да вот почему так дорого стоит начнем с запада а то оно сейчас выветрится ну-ка очень сильно дает углекислым газом такая кислота присутствует во вкусе такое ощущение как будто пробуешь какое-то лекарство типа тарафлю от температуры только со вкусом малины по баллам ставлю шестерку очень сильно подвели вкусовые данные киселек весь промок вот братья все обжегся это падло из-за своей повышенной плотности потому что крахмала-то много сохраняет тепло кипитка и не отпускает его вот кажется что сверху-то вроде как ненавижу бруснику тут кстати тоже присутствуют нотки вот этого лекарственного витамина С просто он замаскирован настолько что ты его не ощущаешь и пьешь с удовольствием это во-первых а во-вторых напиток-то теплый поэтому десятка смело допью до конца за вас друзья все время все время с кем-то чок за кого-то пьет ну что западные партнеры заканчиваются у вас козыри да? итак на очереди у нас шоколад и уж извиняюсь у нас такого аналога нет у нас вместо шоколада повидло яблочное помните как я ругал старые упаковки от повидло говорил что они не современные что они неудобные что нужно что-то менять поменяли причем в не лучшую сторону а ты открываешь и половины здесь нет это коррупция опять же возвращаясь к мошенничеству это же кто-то на этом наварил повидло если раньше хотя бы это отдавало хоть какой-то яблочной кислинкой ну там как повезет то сейчас это противный приторно-сладкий вкус причем это даже не сахар я не знаю почему даже если высыпать вот этот весь сахар что здесь есть наши любимые 10 грамм кстати уменьшили раньше по 20 клали зачетик балл сюда вот он не настолько сладкий чистый чем вот здесь ну естественно я за это поставлю тройбаш не больше насчет шоколадки в принципе тут говорить нечего подобное я пробовал миллион раз вы это миллион раз так же видели ну кушу сейчас я вот один блять фуку зубы очень жесткий несмотря на жару очень жесткий все шоколадки в пайках одинаковые все такой как будто мировой заговор что все фирмы заговорились а давайте вот по этому рецепту делайте больше не по какому ничего не дай бог добавим орешки нет ты что просто скучный темный шоколад ну пятерка что я еще могу тем более он побелел уже давно а вот конфетки есть и там и там причем одинаковое количество и тут уже интересно посмотреть что же лучше и так наши прозрачные красненькие ну ка ммм тот самый вкус нежный в меру сладкий в меру насыщенный не как современный можно долго получать удовольствие класс десятка смело в рп такого очень сильно не хватает особенно в солдатском чтобы солдаты не только умели стрелять но еще и чешские видите вот эти бездуховные они как таблетки белые ну ничего не придумали абсолютно у нас помнишь петушки были конфеты во сейчас такой леденец подари кому не поймет она короче в начале как камень а потом в ничто превращается это короче наша аскорбинка ну витамин С вот признавайтесь кто из вас жрал пачку аскорбинки за раз когда мама говорила одну таблетку в день я надеюсь вы меня поймете десятка тоже кофе против нашего чая ну на самом деле не совсем нашего там написано цейлонский да и фирма то не особо наша но положили же начнем с запада кофе выглядит следующим образом обычный стандартный порошок причем его тут мало я думал что они побольше положат наконец то они приблизились по вкусовым данным к нам кофе отвратительный миллионы разных сортов кофе пробовал и нигде не увидел и не почувствовал отличие единственное отличие во вкусе может быть с помощью какой-то добавки больше молока меньше то за молоко что за сливки сухие или мокрые в общем вопрос закрыт все по баллам 3 а вот это другое дело наш чай блять тут муха вы кстати заметили что в нашем пакет только был один пакетик сахара и то всего на всего 10 граммов это огромный плюс я уже поставил поэтому ты пьешь чай без сахара не серьезно любые чаи нужно дегустировать без сахара потому что сахар он как читер он же усиляет вкус он делает чай слаще вкуснее и так далее ты не чувствуешь вот этого ничего особенно после вкусе теряется а тут оно есть пусть не очень хорошее как хотелось бы но оно есть и оно наше неповторимое отечественное семерка друзья идем на финишную прямую и вот казалось бы вот он спаситель нашего пайка это суп полноценный настоящий гороховые с сухариками и всякими копченостями как он выглядит здесь что там внутри боже мой вы не представляете вот вот такая похлебка у нас получилось где копчености где копчености ни одной копчености нет зато я вижу здесь очень редкий нынче объект как морковь и чтобы она не казалась дороже бананов надо просто бананы тоже поднять в цене и тогда будет все справедливо несмотря на то что визуально нет никаких копчености отдает беконом причем настолько сильно дает что я начинаю пугаться потому что его здесь визуально нет это значит какая-то химоза вот хочется сказать что это стандартный дешевый вкус Галины Бланка и в принципе так и есть если бы не было вот этого привкуса бекона он настолько оказывается обогащает это и знаете вот ты это пьешь и вкус тебя не напрягает послевкусие да то же самое что вы съедите любой доширак знаете такое противное кислотное послевкусие вот это химоза или у меня есть желудок тем не менее высокий балл ставить не буду если уж и делать суп то настоящий как это сделали товарищи украинцы поэтому три из пяти все ну а сейчас традиционный вердикт во-первых давайте посмотрим на общий счет по поводу чешского пайка и его стоимости я пытался найти дешевле и даже на ebay его ценник минимум составляет 11 тысяч рублей понятия не имею почему такая высокая цена возможно продавцы ищут лохов возможно паек и правда редкий и экспериментальный естественно он столько не стоит его максимум это 600 700 рублей учитывая курс евро и так далее насчет нашего пайка скажу что приятно удивили вообще есть целая линейка подобных пайков причем за абсолютно разный ценник но что вас ждет внутри вы никогда не узнаете в этом смысле правда похож на любимый в детстве киндер сюрприз из минусов отмечу что и тот и другой паек состоит чуть ли не из обычных продуктов питания которые можно встретить в магазинах я всегда топил за отдельное специализированное производство под единым брендом во первых так можно контролировать качество а во вторых создавать блюда специализированные для походных условий потому что вот это тихий ужас начинаешь ее греть внизу подгорает начинаешь перемешивать объем каши увеличивается из-за чего она просто не умещается в разогреваемой таре остальные плюсы и минусы были высказаны в обзоре теперь самое приятное победители предыдущего конкурса напомню что мы разыгрывали вот эти прекрасные медицинские пайки и не буду долго тянуть резину барабанная дробь вот ребят я вас поздравляю обязательно напишите мне в личку вконтакте чтобы мы договорились каким образом ништяки окажутся у вас а на этом пока что все всем огромное спасибо за просмотр и не забывайте оценивать это видео жать на колокольчик чтобы не пропустить следующий видосик а если ты поделишься этим видео с другом то это будет наивысшей для меня наградой всем удачи всем пока